Всем привет, привет, привет! Меня зовут Эдисон и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. В прошлом эпизоде мы занимались какой-то фигнёй, ничего не сделали, только бы ждали, потеряли время. Короче, вы меня поняли. И в этом эпизоде я уже узнал, что вот наш уже надоедливый Драгонейр прокачивается в Драгонайте на 55 уровне. И я уже собираюсь его сегодня прокачать. Постараюсь сделать как можно больше, не больше, а дольше каждую серию, так как я вам обещал, потому что у меня сегодня день рождения, да. И постараюсь сделать 2-3 серии. Три не обещаю, я повторюсь ещё раз, но две будут точно-точно-точно, да. И вот сейчас я не буду прокачивать уже Драгонейра вот как бы обычным способом, убивая покемонов, а просто-напросто ещё вот так добуду древ... Ну, дерево. Потом листва попадает. Ну, я думаю, вы понимаете, что я хочу сделать. И может выпасть ещё 2 яблочка. Это нам не нужно. И уже пойду себе сделаю Раркенди, прокачаю вот этого покемона и возьму Абрус компьютера. Вот, кстати, вот оно. Ууу, да, всё. Уже 2 яблочка есть. Вот сейчас сразу же буду делать как можно быстрее всё, чтобы как можно быстрее успеть прокачать наших покемонов. Как можно больше, да. И да, всё. Возвращаемся ещё на лоб. Яблочко неплохо. Ещё какой-то... Ещё какого-то покемона на один уровень прокачаю, да. Ещё раз повторюсь. Я постараюсь сделать всё как можно быстрее, чтобы как можно больше успеть что-то сделать, прокачать покемонов. И бежим, бежим, бежим. Сразу создаём Раркенди. Сколько там нужно? Ещё вот так возьму. Ещё что там ещё нужно? Вот ещё это. И ещё вот это. И вот так. И вот так. И вот так. Я не знаю, сколько там. А, 6. Я что-то туплю. Да, 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 да. Давай, 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 давай. 6. 6, да. И, кстати, у меня там нет ещё одного золотого яблока. Или у меня какие-то... Нет. Показалось. Я так думал, не знаю почему. И да, создаём. Вот ещё сделаем сахар, сахар, сахар. Ставим сахар, ставим золотое яблоко и ставим вот так. И создаём 6 штук. И всё. Давай уже прокачиваем нашего покемона. Выставлю его сюда. Беру Раркенди. Качаю, качаю. Иди сюда, куда ты убегаешь. Качаю. Да, да. Давай. Да пофиг, какой скилл. И всё. Ну, наконец-то. Ты мне уже надоел, дружище. Какой-то он тут... Как-то выглядит необыкновенно. Или что? Ну, короче. Пофиг, ты и так сейчас летишь в компьютер. И можно ещё один уровень нашему Шаризарду. Так как у меня был один лишний Раркенди. Если я не ошибаюсь, на Драгонете можно летать. Да, так же, как и... Опускайся. Так же, как и на Шаризарде. И поэтому ещё раз скажу, что мне не нужно два одинаковых покемона. С одинаковыми, можно сказать, способностями. С одинаковыми, что на них можно летать. Я не буду же летать на двух покемонах одновременно. И, ну, думаю, короче, вы меня поняли. На двух практически одинаковых покемонов. Только это покемон Огненный и Дракон. А это покемон, можно сказать, воды. И Дракон. Ну, воды у меня уже будет. Будет, 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 будет. Ну, сейчас есть... Гвадру. Опять забыл, как он называется. Как он не называется, как правильно его имя называть. Гуардо, Гуардос, Гуарадос. Короче, всё этот. Ну, если повезёт, я ещё найду Сквиртла. И сделаю... Ну, водный покемон. А если нет, тогда сделаю Сиви Вапуриона. Водного покемона. А, так, кстати. Вот я забыл самую офигенную плюшку, которая только есть. Ну, на прокачку покемонов. И сразу же забираем Абру. Этого сюда. Абру вот сюда. Хантера вот сюда. Это сюда, сюда, сюда. И... 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 И вот так. Чё-то я... Всё. Бежим, 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 бежим. Прокачивать покемонов. А чтобы было ещё быстрее прокачивать покемонов, я сделаю так же, как я сделал. Стану... Ну, в большой лес. И просто-напросто вокруг себя начну рубить деревья, деревья, деревья. Буду собирать яблочки. И до тех пор, пока я буду качать... Вот, кстати, ещё один Иви. Вы меня уже заколебали. И пока я буду качать покемонов. И вокруг буду рубить деревья. Ну, и вы поняли. Буду прокачивать покемонов. Будут падать яблочки. И до тех пор, пока я немножко прокачаю покемонов, насобираю чуть-чуть яблочек. Пойду домой, сделаю ещё там... Раркенди, сколько получится. И ещё прокачаю покемонов. Хантер, иди сюда. Зловим Иви. Ну, на всякий случай. Если бы ты ещё не убегал. Свобода. Словим. Словим, если попадём по нему. Я опять забыл вызвать нашего Иви, чтобы он выигрывал вот ту фигню. Я чё... Я... Ну, вы поняли. Да, я всегда забываю это сделать. Иди, Иви. Ну, Иви так. Как я говорил, если я не найду сквиртла, я... Ну, это капутка. Вот, наконец-то. Если я не найду сквиртла, у меня не будет водного покемона. Ну, или потом найду. Ну, пока в данный момент его не будет. И... Я думаю, понимаю... Я думаю, вы понимаете. Пока не найду сквиртла... Чуть не нажал мастерболт. Тьфу. Это вообще бы капут был. Пока я не найду сквиртла, я, может, сделаю вот... Ну, сделаю Иви водным покемоном. И будет у меня водный покемон, пока я не найду ему замену более синим водным покемоном. Да, всё. Вот так. Я случайно не мастерболт нажал? Или мне показалось? Или вот... Я сейчас сделаю... А, нет. Ху. Нужно быть чуть-чуть поаккуратнее. Так, давай. Ну, ну, ловись уже ты. Ну, сделай мне какой-то подарок на сегодня. Так. Ну, не знаю. Ну... Не знаю, чем тебе бить, дружок. Чтобы не убить. Бить, бить, не убить. А немножко лишь побить. Да. Вот этим скиллом я боюсь, что я его убью. Ну, ещё один... Я уже использовал 9 ультраболов на... Только на... Иви с предыдущего эпизода, которого я и так и не словил, а только угрохал время и угрохал покеболы. И он меня уже запарил. Убью, убью. Нет, нет. Да. Нет, да. Не попал. Чё их так сложно словить? Десятый уровень. Я на тебя уже гипноз кидал с хантера. И ещё всякие хрени. И ничего на тебя не проходит. Вот, смотрите. Даже простые удары. Ага. Убью. Нет. Опять, наверное, тем же скиллом, что и убил прошлого покемона с предыдущего эпизода. Всё. Иди нафиг эти, Иви. Вы такие... Ну, вы заколебали. Ну, сколько я на вас уже ультраболов потратил? 11 штук на двух Иви. И не словил. Это попа. Не словил, потому что на них даже никакие скиллы не проходят. Я думаю, вы видели, что и даже вот гипноз от хантера не проходит. И даже, как бы, паралич не проходит на Иви. Вообще нихрена не проходит. Хотя мой хантер 26 уровень, а то 10 уровень. И вообще ничего на него не действует. И даже не ловится в покебол. Какой-то наглый Иви не хочет ловиться. Пикачу у нас уже есть, да? Да, я говорил, что стану в какой-то лесок. Чтобы немножко порубить деревья. Чтобы немножко еще один покачу. Или это тот же самый. Ну, чтобы... Бум-бум-бум-бум-бум-бум... Набить себе яблочки. Чтобы сделать раркенди. Фух. Если будет 10 раркенди к концу эпизода, это будет уже довольно-таки хорошо. Так как, можно сказать, любому покемону я уже прокачаю плюс 10 к уровню. Самое главное сейчас... Как можно больше струбить деревья. Это я большое не буду. Хотя... Хотя... Это и лучше, если большое. Потому что... Поставим факел. Потому что больше листвы и больше выпадет... Больше шанса, что выпадет больше яблок. Ну, не знаю. Но это... Пока я его струблю, то дерево это сдуреть можно. У меня же того мода нет. Тут 3 Капитейтер или как он называется. Давай, рубись, рубись, рубись. Уже что-то там попадало? Нет. 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 Выключим музыку. Надоело. Да вроде нет. Еще ничего не попадало. Дерево у нас капут. Сколько будет? Да, вот одно яблочко уже есть. Еще плюс один к уровню. Не зря я столько себе... Ну, тех фиган я... Если честно, всегда забываю, как они называются. Ну, с которых... Вот те желтые пилинки. Ну, с которых делается Раркенди. И не зря я себе вот столько их набыл. Не набыл. На... На... На дебал, может, короче. Вот так пусть будет в первых эпизодах. В... В аду. Можно сказать, это хватило на... Ну, хватит. Не знаю даже, на сколько Раркенди. Ну, короче. У меня там есть еще где-то 5-6 топков по 64 штуки. То бишь я еще могу сделать где-то 300 Раркенди. А мне даже столько не пригодится. Ну, тростника у нас тоже дофига. Это не проблема. И... 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 И что там еще нужно? И золото. Ну, золото у нас тоже пока что, думаю... Ну, немножко, да, хватает. Ну, если нет... Ну, потом в дне съемки могу еще... Бум... Надыбать еще чуть-чуть. Ничего не навыпадало. Нет. Ни одного яблочка. Вообще. Серьезно. Так. Ну, ладно. Пока листва будет... Падать. Я убью вот этого... Этого... Этого мистер... Вот. Какой ты уровень? 23-й. Ну, для Абре сойдет. Десятый уровень. Двойной опыт. Нифиговенько он сейчас прокачается. Я так думаю. И сколько ему даст уровней? Еще один удар. И... Ну, я так вижу уже, что дофига... Ну... Шесть уровней. Я не скажу, что это очень мало. И да. Да вообще яблочек нету. Вообще-вообще-вообще. Две штуки только. Ну, у меня. А на землю не падает. Ладно. Поблизости я так понял, что и покемонов толковых нету, чтобы... Ну, восемнадцатый уровень. Я думаю, даже и на этих можно прокачаться. Ничего страшного. О, уже, кстати, Кадабра, а не Абра. Я даже не заметил, на каком он уровне трансформировался. Ну, не трансформировался. Эволюционировал. Думаю, на шестнадцатом, да. Ну, классно. Ну, даже вот такие семнадцатые уровни, которые для Шаризарда или еще для каких-то покемонов, уже очень слабые. Вот для Кадабры они как раз нормальные. Так как я даже Кадабрам не буду их бить. А просто, я думаю, вы поняли, буду его вызывать, менять на Шаризарда и просто его качать Шаризардом. И поэтому для Кадабры даже такие уровни это нормально, в то время, как для Шаризарда это какие-то шмакодявки. Ну, маленькие уровни, да. Вот. Даже яблочки не падают. На кого бы напасть, чтобы к тебе прокачать. Ну, на тебя. Меняем на Шаризарда. Бьем. И вот, давай. Да. Еще плюс один к уровню. Шаризарда вот тут. И вот эти силы, или как они называются, они как всегда больше, чем пятнадцатый уровень. Ну, я не видел. Ну, хотя видел, но больше, что они вот такие уровни. И для начала, ну, прокачать Кадабру сойдет. Да. Отзываем, меняем, вызываем. Ты какой уровень? Двадцатый. Нормально. Так. И. Ну, еще раз. Давай. Еще плюс один к уровню. Так. Ты какой вульпикс? А, ну ты всегда маленький уровень. Баттерфри. Я там видел где-то вот тут. Ну, он нам не нужен, я так думаю. Ты какой уровень? А, девятый. Не нафиг. Ну, я не знаю. Ну, думаю, вот сюда побегу. Более в такую хащу. Более в такую хащу. Чтобы больше деревья было. Ну, тут я бы порубил. Ну, короче, ну, покемонов нет. Как вы заметили. Ночью. Что мне теперь к утру ждать? Катабра. Да, телепортнулся, как я и понял. Гравлит. Одиннадцатый. Маленький. Кстати, там джунгли. Так, бежим, бежим, бежим. Бежим. Ты какой уровень? Уровень. А ты какой? Восемнадцатый. А ты какой? Семнадцатый. Так, вообще сильных покемонов нету. Как я заметил. А в джунглях вообще покемонов нету. Ну, только редкие. Ну, редкие они редкие. Поэтому их нету, можно сказать. Вот этот покемон 100% больше, чем тридцатый уровень. Как я и говорил. Не-не-не-не-не-не-не-не. Наша Резарда. Тебе еще рановато, Кадабра? Драться с такими. Ну, что ты опять на меня накинул? Жопа. Ну, я понял-понял, что ты конфьюзинг. Ну, как-то не очень вовремя. Ну, и так. Убили. И-и-и-и. Ну, ну. Ну, не-и-и. Продолжаем искать покемонов. Кстати, уже рассвет. Это хорошо. Больше покемонов, больше уровней, быстрее прокачка. А ты какой уровень, тренерок? Еще маленький. Подкачайся. Да. Как я и говорил, в джунглях вообще нифига нету. Бежим. Шахты там. Дальше бежим. Абра нам уже не нужна. Вот тут может что-то быть. Нет. Около воды. Нет, ничего нету. Вообще ничего нету. Вызывать Шаризарда, что ли? Немножко полетать. Может найти уже два Тандер и Стоона. Ну, хотя еще один эпизод я сделаю. Может в следующем эпизоде уже... Да. Найду. Я забыл, какой у нас Пикачу уровень. Ну, я предполагаю где-то 26-й. Или какой-то вот такой. Не знаю. Ну, сколько вас тут? Нету боссов. Нет, нету. Вообще. Ладно. Бежим дальше. Может так караулить будем покемонов? Да. Убежим. Я так заметил, что и днем уже даже толковых покемонов нету. Вообще нигде. Это когда как повезет, я так думаю. Ну, не думаю, а так оно и есть. Ну, тут уже пустыня. Тут уже точно нифига не будет. Короче, Шаризард вперед. Нам нужен самолет. Ну, чтобы полетать. И... Слава богу, нам разворачиваться не нужно. Я как раз в этом направлении хотел лететь. Я думаю, вы бы уже понимаете, почему не нужно. Потому что пока на нем развернешься, это... Чокнуться можно. Да, вот тут я уже был. Уже не знаю... Не знаю, сколько раз был. И не знаю, сколько раз уже говорил, что я там был. И не знаю, сколько раз я там уже был. Но говорил, что не был. Но потом был. Ну, короче, я уже сам запутался. Ну, бежим. Бежим. Летим. Не бежим. Посматриваем немножко иногда вниз. Может... Ну, например, покеболы будут. С презентами. Тут ничего нет. Тут тоже в джунглях точно ничего нет. Я так думаю, что уже почаще можно забегать в джунгли. Только для того, что... Ну, я думаю, вы знаете, что... Редкий покемон. Самый-самый-самый вот тут... Ну, спавнится. Ну, хотя... Я так думаю... Опять говорю, что... Думаю, вы понимаете, что это очень-очень-очень редко. Ну, легендарный покемон, значит, очень. Его тяжело найти. Один покемон в целом... Мире... Майнкрафта. Да. Вот. Я тут остановился только ради того, что я увидел вот этих двух покемонов, которые я уже, как говорил, минимум 30 уровней. И я только нападаю на них для того, чтобы покачать. И... Ну, опять, конечно, на меня какую-то фигню, чтобы я уснул. Да. Нет, не кинул. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот убираем вот это. Нет, не туда. Вообще не знаю, зачем я его кинул. Случайно. И я не знаю, нападать мне еще ли на этого. Кстати, да, я вот тут встретил первого нашего покемона-босса, который нам выдал мастер-болл. Спасибо тебе огромное, что ты тут был. Кстати, да, я там видел НПС-деревню, но я там уже был. Да. Бежим дальше. Нам бы горы найти, чтобы найти еще два тандер-стоона. И да, да, ну да. Джунгли. Ничего нет. Ну, я еще не знаю. Но я так думаю. И бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Еще бежим. Пока что-то не найдем. Немножко покушать. Кстати, я уже не помню, сколько у нас покемонов есть. 13 или больше немножко. Ну, сейчас самое главное прокачать Кадабру, прокачать Хантера, последний их эволюция. Уже прокачать, наконец-то, вот этих наших закаменелых покемонов, которые уже, ну, возродились я их с помощью машины. Фосил-машин. А Нори-то и Кабутта. Чтобы... Я не знаю, буду я или... Или ими пользоваться. Ну да, они сильные. Ну, не знаю. Я не знаю, почему уже, как я думаю, вышло много новых покемонов. Так как вот те самые покемоны, которых мы, думаю, все любим, обожаем. Те же самые Пикачу, там, Шармелионы, там, Сквитлы. Кто там еще был? Уэша. Бульбасавры. Ну, и те самые-самые-самые первые покемоны, которые у него были. Я думаю, вот к тем самым покемонам мы больше всего, как бы, ну, не привязались. Но больше они нам, как бы, нравятся. Как бы более так, душевно, можно сказать. Так как мы можем... Ну, когда мы были детьми, мы только смотрели, вот, ну, не знаю. Ну, думаю, первый сезон, так как, когда мы были детьми, только было начало 2000-х, 2000-х. И только вот тогда выходил, ну, вообще, весь мир покемонов. И мы... Ну, и пока выходили первые сезоны, были вот те самые первые покемоны. Эша. Ну, которые я только что сказал. А потом я недавно смотрел, какие там новые покемоны. Это вообще хрень какая-то полная. Если вы посмотрите, я думаю, вы со мной согласитесь. Там уже такие... Ну, ну, такую херню напридумывали, что... Бред, короче, полный. И поэтому, еще раз скажу, вот те самые первые покемоны, там, Пикачу, Шармиллион и еще там всякие другие вот это больше, более, как бы, подходит. Ну, не подходит, ну, еще раз, более нравится, да. И поэтому я только, можно сказать, ловлю их. Ну, хотя в этом мире... Ну, в этом моде Пикселмона новые покемоны, можно сказать, еще не реализированы. Их еще не добавили в этот мод. Ну, уже несколько есть, там. Я так думаю, не знаю. И поэтому вот эти самые Анориты, Кабута, которых даже не показывали, может... Ну, показывали в первых сезонах, как и говорил. Ну, больше нам все-таки нет запомнился, там, Пикачу и Шармиллион, и Бульбасаур, например. Чем вот эти самые закаменелые покемоны, которых показали, может, один-два раза из, не знаю, там, из 200 серий. Потому что они, как бы, редкие покемоны, их редко показывают. И поэтому там Шаризарды, Шармиллионы и все остальные покемоны были практически в каждой серии. И поэтому, я думаю, мы к ним более привязались. Да. Думаю, все сказал, что хотел. Ну, почему ты не попадаешь? Ну, я вроде тебя только вызвал, а он на тебя уже успел что-то накинуть. Да, все. Убили мы его. Я думаю, на этом эпизод можно заканчивать. Я думаю, он уже более-менее-таки достаточно долгий. Ну, думаю, больше, чем 20 минут. И это хорошо, потому что я сейчас иду еще записывать один-два эпизода, как я говорил. Сразу же сейчас, ну, закончу вот этот эпизод и пойду записывать второй, да. У меня уже, кстати, 3 часа ночи. А, какие нафиг 3 часа ночи? Нет, чуть-чуть меньше. Что-то я запутался. Не туда... Короче, все, забейте. И... Ну, да, 3 часа ночи, кстати, да. Ну, можно сказать, уже день рождения, ну, днем, ну, ночью, да. Ну, я что-то вообще в режиме зависания. Ну, 3 часа ночи еще раз повторюсь, и поэтому глючу немножко. Подлагивает уже мозг. И поэтому еще вот сразу... Сейчас пойду себе сделаю кофеечку и продолжу записывать, да. И... И, 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 и... И думаю, уже пойду искать, ну... Тандерстоны. Две штуки не хватает, как обычно. И... Да, все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, вверх, вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Спасибо.